А что вы скажете по поводу выступления Александра Лосенко? Вы говорили, что он плохо выступил, что он, скорее всего, на такие веса еще и не ходил. Но он сейчас не занимается с Владимиром Калиниченко. Они сейчас по отдельности. Нет, у него был Саша сильный атлет, просто Саше не хватает подниматься. Саша чувствует себя брошенным и Саша привык к тому, что было. Он был последним пассажиром в паровозе, в профессиональной лице силового экстрима еще тогда. Он в него запрыгнул, он немножечко на нем поехал, привык к этому СВ. А сейчас он едет на пласткарте, да, и потихонечку с пласткарта на общий вагон переходит, понимаешь? В электричку, да. И он думает, едет в электричке, говорит, как все плохо. А надо ехать в электричке, кушать яички, понимаешь? И смотреть в окошечко и показывать всем, что он все ништяк. И тогда, может быть, и добавишь результате. А когда ты всех обвиняешь во всем и вся, что все вокруг тебя виноваты, а я такой молодец. Ну, это, я думаю, не спортивный характер. Поэтому задача упереться, упереться просто в результат, понять, что он из этого нужно делать. И тогда, может быть, он будет не десятый, а может быть, тогда он будет восьмой или седьмой. Ну, это все понятно, что денег нет, денег ни у кого нет. Но, извините меня, когда я 210 брал, 250 толкал, у меня тоже не было. Я получал 15 тысяч рублей из спорткомитета. И все, и у меня была жена и ребенок, и я успевал, что готовят, извините меня, 210, 250 в тяжелой атлетике. Это, блядь, ну, это не камень, 200 килограмм пойдет, я думаю. Ну, у Шевлякова это лучше получилось, ну, относительно Лысенко, у Шевлякова выступать. У него есть мотивация? Добавил, он добавил, он добавил, но... Он добавил в весе. Он добавил в весе, добавил в результатах в бревне, да. Но, в целом, как силовой экстрим сейчас, какая тенденция в мировом силовом экстриме? Каждый год добавляется веса. Каждый год чуть-чуть добавляют в упражнениях, там, раз-раз. Каждый год пацаны растут, там, Джулиус с Тор Бьернсом, там, то же самое с Авицкас. Авицкас, как Пиле. Авицкас 2005-2006-2007 год, он уже был как Пиле, как в то время. Пиле в футболе, опережал свое время в игре, а Авицкас опережал свое время в результатах. Вот он более-менее сейчас начинает устанавливаться. Понимаешь, по чуть-чуть. И то он добавляет, и то он добавляет. Ну, многие сейчас обвиняют именно Арнольд Классик в том, ну, в больших весах, что это не так дрелищно стало. Вот это Карамысло, которое было, колодец, ну, Карамысло, 700 килограмм, колодец, сколько, 540 гол, что это не так дрелищно уже. Всего несколько человек смогли пронести. Послушай, это не зрелищно, только по той-то причине, что это одно из упражнений Брайана Шо. Все под него? Вот и все. Не все под него, но кто будет, если я буду организовывать соревнования, соревнования в какой-нибудь, ну, не знаю, турчинский классик проводить здесь в Челябинске. Конечно, я буду делать под своих. Зачем я буду делать Карамысло, если у россиян Карамысло не в почете, да? Зачем я буду? Я поставлю что-нибудь такое, что у нас получается у всех там. Становая тяга с лямками, становая тяга без лямок, становая тяга ручки вот так, становая тяга ручки вот так вот, становая тяга на раз и становая тяга на разы. Жесть упражнений, и мы все это играем. Субтитры создавал DimaTorzok